здравствуйте вы на канале урал спецтранс большинство автомобилей используются в суровых климатических условиях при низких температурах зимой компания урал спецтранс предлагает услуги по доработке серийных грузовиков для работы в северных условиях волос скажи вот эти северные опции вот как ты как опытный водитель они нужны или это водители потом уже как-то дорабатывают сами все кабины утепляют муж какие-то коврики себе подкладываю коврики конечно подкладываю утепление лишнего не мешает как бы хорошее утепление фольгированный материал в якутии без двойного остекления даже машина там есть это очень сохраняет тепло ну вот то что автономные печки очень то что мы делаем этого достаточно или они потом еще водитель или вообще голая машина таких же не ездит наверное севере голых то сами утепляет а как сами утепляет то то же самое или войлоком может кто-то делает раньше я знаю делали войлоком здравствуйте константин добрый день расскажите пожалуйста вот что входит в работы установка установки северных опций штатная машина идет от минус 40 до плюс 40 завод выпускает большинство наших клиентов просит еще дополнительно утеплиться в этой машине обклеили кабину изнутри материалом пинафол это что это за материал это похоже на вспененный вспененный полиэтилен вспененный полиэтилен толщиной где-то один сантиметр и у него одна сторона самоклеящая другая сторона значит фольгирована ну то есть чтобы тепло отражалось снимается внутренняя обшивка клеится этот материал то есть врезаются детали детали в внутренней обшивке кабины наклеивается этот материал потом обшивка ставится обратно то есть какую-то небольшую прибавку о задержке тепла этот материал безусловно дает мы только используем этот материал пинаффол или еще какие-то есть материалы которые утепляют комбину и на сегодняшний день только его испортят не потому что он какой-то супер качественно обладает по значит теплопроводности просто есть в открытой продаже по отзывам да и его просто купить его относительно недорого стоит он не гниет и он легко клеится также устанавливается печка автономная туда внутрь кабину данного ставим наш отечественный планар либо в бастах ну вот получается что ведь в некоторых условиях на севере там они же не выключают двигатель вот как-то вот эти печки планар они как-то экономят ресурс самого двигателя аж постоянно работает 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 ресурс двигателя то не экономят но они аккумулятор кушают а если двигатель не будет заведен то аккумулятор не будет подзаряжаться какое-то время сдохнуть поэтому печка это больше как вспомогательный элемент не как замена двигателя то есть иногда просто когда совсем холодно важнее тепло двигатель оставить двигатели чтобы мне нормальном режиме работал после двигатель будет не догреты то есть это и потеря мощности перерасход топлива поэтому печка с двигателем ее как бы связывать не надо дополнительный элемент а что-то с аккумулятором в аккумуляторном отсеке что-то делают и утепляют его аккумуляторы тоже утепляет тем же пенополом вот иногда под аккумулятор тоже пропускает змеи вот система охлаждения двигателя но это больше меры такие как бы вспомогательные то есть насколько они эффективны оценить не берусь то есть конечно аккумулятор лучше держит заряд когда он температура выше нуля и лучше подзаряжается набирает от генератора зарядку тоже когда температура выше нуля поэтому в определенные эффекты этого есть но он несуществует то есть в комплексе конечно вот когда все эти меры принимают то они большее значение а при низких температурах с топливом что происходит вообще для этого что-то предусматриваем мы может быть дорабатываем какие-то там трубопроводы если если говорить про дизельное топливо то при низких температурах дизельное топливо требует добавление специальных присадок чтобы она не парафинизировалась то есть не сгущалась вот и на трубках налет парафина не образовывалась ну так же ставим подогреватели можно посмотреть подогреватели ставятся на топливозаборник электрический и ставятся тоже подогреватели на топливозаборник от системы охлаждения двигателя вот на этот бак можно посмотреть внимательно вот штатный топливозаборник Здесь отверстие заглушили топливо, то есть он используется здесь в данный момент только как показывает уровни топлива. И дополнительно установлен из нержавейки топливозаборник с теплообменником. Вот у него 4 трубочки подходят к нему, то есть 2 трубки это подача топлива, подача и обратка. И 2 трубки это вот непосредственно вот эти, это посол, то есть посола двигателя теплый идет, разогревает рубашку вокруг топливозаборника и топливо всегда теплое. Также трубопроводы, значит они обворачиваются специальной лентой, это уже там идет в комплексе уже лента, которая за счет электричества нагревается. То есть топливопровод в процессе от бака до топливной аппаратуры, до насоса топливного в двигателе, он, топливопровод тоже теплый. То есть вот она ее видно, это ленты достаточно в толстой такой она изоляции, она нагревается. А и сохраняет тепло, да? Сохраняет тепло. Также вот мы видим, значит, топливный фильтр грубой очистки с лагоотделителем, на который дополнительно установили тоже бандаж, вот этот вот черный, видишь, лентами стянули. Вот электричество подается, то есть он тоже греется. Еще что входит на зеркала, на очистители, на щетки, тоже что-то ставят? Подогрев зеркал можно установить, но здесь, по-моему, не заказано. Ставятся ленты, греющие в область стеклоочистителей, чтобы стеклоочистители были, не примерзали, быстро оттаивали. Ну вот на данных Уралах со старой кабиной еще доступно двойное остекление, потому что всем у нас кто лазит бурелом от на Чукотке, на новой земле, они заказывают двойное остекление. У автомобиля не стоит задача сделать абсолютно нетеплопроводную кабину, просто нужно удержать то тепло, какое-то время удержать, которое штатной печкой вырабатывается и автономной печкой. Это же не дом, у которого там многометровые стены, не деревянный срок, то есть тепло будет уходить, оно, конечно, и через стекло уйдет, и через обшивку уйдет, просто дополнительные меры позволяют немножко ему задержаться, дать определенный эффект. На сиденье какое-то дополнительное утепление ставят? На сиденье самое простое. Купить коврики с подогревом, их прикуриватель воткнули. Ну, в общем-то, мы ничего такого особенного не делаем. Ну, на данный момент Уралы смысла нет, это самый дешевый вариант ставить сюда сиденье уже с интегрированной системой отопления, ну, дороговато будет. Такой модификации у завода нету. Это Урал 55-57, это шасси используются в самосвалах самим заводом. В данном случае клиент заказал бортовик увеличенной грузоподъемности. У Уралаза есть модификация, но она 8-тонная. Модель 43-12 называется. Здесь 55-57, 12-тонный у нас получился. То есть платформа нашего изготовления с пологом, вот крючки. Полог, это у него, это закрывает, он будет что-то там перевозить, закрывает от снега, да? Да, от снега, от посадки. Нет, ну, можно тентом назвать, но тент больше принято называть, когда дуги еще есть. А здесь просто вот чисто груз прикрыть, то есть метр высотой. А мы еще эту кабину перекрашивали, докрашивали по требованию, да, по просьбе клиента. Да, в заводе сейчас такой машины не оказалось такого цвета, она была синяя. Вот мы ее перекрасили в защитный цвет, ну, и бортовую площадку сразу сделали защитную. Также две лебедки установили, штатную механическую заднюю поставили. А две лебедки ему зачем? Ну, боится застрять, на рыбалке ездит сейчас. И переднюю поставили электрическую лебедку на 5,5 тонн. Кстати, фаркоп старый поставили. Вот фаркоп старого образца под старое кольцо. Ну, то есть, кто ездит по бездорожью с прицепом. Вот именно такой фаркоп на каждой. Все, ладно, спасибо, Константин. До свидания. Ну, пока все, не забывайте подписывайтесь на канал Уралспецтранс и оставляйте свои вопросы в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok